Татьяна ходит по домам, ищет старинную утварь и предметы быта. Так она собирает экспонаты для музея. Сегодня, за древностями, она приехала в соседнее село. Здравствуйте, приехали к вам за экспонатами. Еще прибавилось немножко. Хозяйка готова расстаться с целой грудой старых вещей. И вот удача. Среди них ухва для русской печи. Именно такого не хватало в коллекции. Я помню, мать русская печка была, и мать этим ухватом вытаскивала челунки. Все предметы везут в Екатериновку, в музей. Его создание, по сути дела, рук одного человека. Татьяна Золотарева реализовала свою давнюю мечту. Причем для этого потребовалось всего два месяца. Идею поддержали жители села, и местная школа выделила под музей помещение. Экспонаты в музей несут всем миром. Сельчане, узнав о его создании, начали ревизию в вещах своих дедушек и бабушек. Большинство из этих предметов найдено на чердаках. Причем музей принимает вещи из разных эпох. Например, рядом с этой старинной прялкой можно встретить экземпляры из недалекого советского прошлого. В новом музее уже появляются действительно редкие экспонаты. Главная гордость – это вещи первых переселенцев Приморья. Тех, кто приехал в Дальневосточный край в конце 19-го, начале 20-го века. С собой они везли необходимые вещи. Среди них был и этот утюг. Он работает на древесных углях и весит 5 килограмм. Как и многие другие экспонаты, попал в музей волей случая. Попала в больницу случайно. И зашел разговор с бабушками в палате. То есть, говорю, я вот создаю музейчик и мечтаю прям о вещах старых, чтобы показывать детям, поколению. И одна бабушка сказала, у меня он есть, я подпираю им гараж. В музее представлена культура трех народов – русского, украинского и белорусского. Показать общность их истории – еще одна цель создательницы коллекции. Это особенно важно, ведь самые преданные посетители музея – это дети. К слову, здесь они получают не только исторические знания, но и умения. Татьяна Золотарева ведет уроки, на которых учит их традиционным славянским видам ремесла и декоративного искусства. Тут можно узнать то, что было тогда, когда нас не было. Мне очень понравился этот музей. Здесь много интересного. Когда я вырасту, буду в шестом или седьмом классе, я могу написать историю про этот музей. Открылся музей совсем недавно и в будущем будет значительно расширяться. В ближайших планах построить здесь настоящую русскую печь. Всеволод Крапивин, Максим Малыгин, Панорама.